я уже говорил что шал ездить по регионам только для пиара показать что он работающий президент чтобы ему пожали ручки чтобы восхищенный народ там говорил он устанавливать если бы не ты у нас была война и так далее это все транслируется по всей стране и таким образом формируется мнение что у нас президент крутой с детского сада детей учит петь песни про нашего шала о том что он выдающийся портреты везде на каждом повороте включая туалеты вот собственно это для чего делать для того чтобы он таким образом сознание людей внедрил что он самый крутой президент что он ель вас и что без него общая страня по страна помрет что без него не было государства что он вообще чуть ли не бог вот для чего это делается но и второй этап он ездит за рубеж потом средства масс информации транслирует что его тоже там встречает приветствует что он вообще чуть ли не бог не только казахстане но и во всем мире затем он транслирует говорит что вот его уважает проводит съезд международных разных религи в астане опять же показывает что якобы его уважает вы должны ясно понимать никто его не уважает никто его не воспринимает западном мире все прекрасно знают что вор авторитарный руководитель который присвоил власть и который украл у граждан миллиарды долларов сша и только терпение нашего народа позволяет ему долго находиться у власти и все равно он в итоге попадет по суд и все его имущество будет конфисковано это уже международный пример и таких примеров сотни тысячи поэтому он не сможет обмануть западные страны что он какой-то другой что он великолепен нет это он обманывает вас используя средства масс информации демонстрируя что якобы его кто-то уважает и встречает на западе его поездка в брюссель был полный провал полное неуважение финальная встреча когда лидеры стран сфотографировались обратить внимание среди них нет но султана назарбаева его даже не допустили в общий список он даже не смог там сфотографироваться с лидерами государств а